Берегись поезда! Знаки и таблички с такими призывами, шлагбаумы и световая индикация – яркие предупреждающие знаки. Все эти меры существуют для того, чтобы люди не попали в беду. Компания «Тебя ждут дома к Рождеству» проводится в Эстонии каждый год. Ее цель – напомнить людям о том, что вблизи железной дороги надо быть предельно внимательным и осторожным. Многотонный состав движется с приличной скоростью, и чтобы остановить его, требуется немалое время, а тормозной путь может составить расстояние и более километра. В случае, например, товарника из десятков вагонов и цистерн. В уходящем году в Эстонии под колесами поезда погиб только один человек, но и это, по словам специалиста по безопасности, там у Вахеменца много. Любая потерянная жизнь – это трагедия. Поведение людей с времени в время не меняется. И в этот раз тоже мы традиционно с вами, как сказать, сообщениями в эфире «Тебя ждут дома к Рождественским праздникам», чтобы люди припомнились, что где-то кто-то их всегда ждет. И нельзя забывать то, что машинисты, те люди, которые работают в локомотивах, они тоже члены семьи, и их тоже ждут домой к праздникам. По словам Вахеменца, сейчас люди уже привыкли к новым поездам, курсирующим в Эстонии. Изначально предполагалось, что яркие, прозванные морковками поезда, будут заметнее и значит безопаснее. Однако оказалось, что здесь сыграли другие факторы. Они быстрее двигаются, быстрее набирают ход и вдобавок малошумные. Все это делает их на самом деле менее заметными, а соответственно более опасными. Вахемец отмечает, что спустя пару лет люди стали более осторожными, но в группе «Риска» по-прежнему остаются велосипедисты и люди в наушниках. Морковку и так-то не просто услышать, а сквозь музыку – верная смерть. «В этом году первый раз у нас была авария с АТВ, то есть эти мотоциклы на четырех колесах. Первый раз, то есть новый путь, вид спорта – ехать на железной дороге на этих аппаратах». Не стоит забывать и о золотых правилах безопасности на железнодорожных путях. Во-первых, рельсы можно пересекать только в предусмотренных для этого местах, предварительно убедившись, что рядом нет поезда. Во-вторых, хождение по железнодорожным путям строго воспрещается. В районе железной дороги можно находиться лишь при ее пересечении, а также при посадке в вагон или выходе из него. В-третьих, пропуская поезд, следует стоять от него по меньшей мере в пяти метрах, а желтая черта на платформе означает безопасное расстояние. И тогда уж точно Рождество не будет ничем омрачено, как, впрочем, и любые другие дни. Алексей Иванов, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.